Продолжение следует... ...и раскидало их по всей нашей прекрасной планете. Сперва давайте посетим леса драконовых деревьев, которые также именуются драконниками или драценами. Произрастают эти крючковатые растения только на островах архипелага Саккорта в Йемене. Своё название они получили благодаря дракону, который, согласно одной из легенд, когда-то жил на этом острове и охотился на слонов. Он бесчинствовал до тех пор, пока на него не упал старый слон и не раздавил. Их кровь смешалась и впиталась в землю, породив множество причудливых деревьев, под корой которых течёт красная смола. В былые времена её применяли для врачевания недугов. В XVIII веке ею чистили зубы. И даже говорят, что Страдивари красил ею свои знаменитые скрипки. Медленно, но верно растут драконники на гранитных горах и известняковых плато, достигая высоту 10 метров. Некоторым из деревьев более 650 лет. Их удивительные кроны способны задерживать влагу, которую муссонные ветра перемещают по воздуху. Эта влага стекает корням и тем самым питает и само дерево, и растения у подножья. А из-за густой тени, несмотря на сухой и жаркий климат, влага долгое время не испаряется. Самым опасным лесом на земле можно по праву считать Цинджидюбимараха — заповедник, который находится неподалёку от западного побережья Мадагаскара. Каждое его мангровое дерево окружено десятками острых известковых столбов, которые порой достигают высоту 70 метров. Образовались они в результате вымывания горной породы дождями. Передвигаться по низовьям этой территории очень сложно, так как там находится запутанный лабиринт из узких коридорчиков. Регион и по сей день остаётся в большей степени неизведанным из-за своей труднопроходимости. Там очень много тёмных пещер, в которых обитают летучие мыши-рептилии и даже тараканы размером с кулак. Хоть поход в Цинджидюбимараха и грозит множеством порезов, и даже может быть смертельным, там беззаботно проживает 11 разновидностей лемуров, которые как акробаты скачут с шипа на шип. А вот местечко, известное всем поклонникам фильмов «Звёздные войны», как планета Эндор. За пределами же кинотеатра этот живописный уголок под названием «Национальный парк Редвуд» находится неподалёку от Сан-Франциско. Здесь произрастают самые высокие деревья на Земле. Окрестный вечно зелёный секвой выше 30-этажных зданий. То, что сейчас называют Редвудом и бережно охраняют, лишь 5% изначальной территории, которую беспощадно начали вырубать в 1849 году. Поэтому большинство деревьев в «Национальном парке» совсем молодые. Однако здесь есть и долгожители, которым свыше 2000 лет. Местные секвой растут на удивление быстро. В год они прибавляют в росте по 30 сантиметров, и всё благодаря питанию за счёт корневой системы их родителей. Несмотря на размер исполинов, их шишки сравнительно малы. Не больше 3 сантиметров в длину. А вот лес удивительный не своей растительностью, а происхождением. В это трудно поверить, но не так давно здесь была бесплодная песчаная почва. Игора змей. Это зрелище так повлияло на парня по прозвищу Малай, что он захотел всё исправить. В местном лесничестве ему сказали, что это бесполезно, и на этом берегу Брахмапутры ничего не вырастет. Однако предложили начать с высаживания бамбука. Два года трудился парень в одиночку, так как никто не хотел ему помогать, и в результате появилась бамбуковая роща. Затем он принялся высаживать деревья, и вскоре небольшой лес стали населять животные. О непосильных стараниях Малая узнали только спустя 29 лет, когда направляющиеся в лес слоны уничтожили родное поселение индийца. Люди в поселке взбунтовались и хотели вырубить лес, однако он не позволил им уничтожить труд всей своей жизни. И теперь там проживают бенгальские тигры, индийские носороги, олени, кролики, обезьяны и произрастает несколько десятков тысяч деревьев. Сам же лес назвали в его честь. Лес Малая. Может, не всем из нас дано, как Малаю, вырастить собственный лес, но мы, по крайней мере, можем сберечь то, что уже имеем. Главное, не забывайте, что природу никогда не понять умом, так как она создана для души. Это лишь одно из нескольких сотен видео для тех, кто любит мыслить нестандартно, ищет единомышленников для совместных проектов и мечтает вывести свое творчество на новый уровень. Если ты один из нас, то смело подписывайся на канал за кулисами творчества. Здесь ты всегда можешь быть самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok